Вот всё время аппарат делает так, что без них невозможно. Незаменимые люди. Я же могу продолжать. Господин президент, меня зовут Джон Симпсон, я представляю BBC. Западные страны сейчас почти единогласны в том, что началась новая холодная война. И что, честно говоря, вы тоже внесли в это вклад. Мы практически каждый день облюдаем, как российские самолёты осуществляют очень опасные манёвры в направлении воздушного пространства западных стран. Я думаю, что это осуществляется по вашим указам, поскольку вы являетесь главнокомандующим российских войск. И только вы обладаете возможностью направлять российские войска на территорию других северянных стран, как в Крым, так и в другие страны. И сейчас вы сталкиваетесь с большой проблемой в том, что касается российской валюты. И вам необходимо заручиться поддержкой западных стран, в частности, из западных стран. Я хотел бы задать следующий вопрос. Может быть, вы хотели бы воспользоваться возможностью на этой пресс-конференции заявить западным странам, что сейчас вы готовы к тому, чтобы заняться эффективным и конструктивным решением проблем на Украине? Спасибо. Вам спасибо большое за вопрос по поводу наших учений, манёвров, развития вооружённых сил. И вы сказали, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряжённость, которую мы сейчас наблюдаем в мире. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что она всё жёстче и жёстче защищает свои национальные интересы. Мы не атакуем, ну, в политическом смысле этого слова, мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. И недовольство наших западных партнёров, прежде всего американских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопасности допускаем какие-то действия, которые провоцируют напряжённость. И я поясню. Вот вы говорите о полётах нашей авиации, в том числе о полётах стратегической авиации. Знаете ли вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекратила, как это делал Советский Союз, полёты нашей стратегической авиации в отдалённых районах патрулирования? Мы полностью прекратили. А американские самолёты, стратегические, с ядерным оружием, продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? И мы не летали, и не летали, не летали, и не летали из года в год. И вот только пару лет, тройку назад возобновили эти полёты. Это кто провоцирует, мы, что ли? Значит, у нас две базы практически только за границей. И то на террористически опасных направлениях. В Киргизии, после того, как туда зашли боевики из Афганистана по просьбе киргизских властей, тогда Акаева президента, и в Таджикистане, тоже на границе с Афганистаном. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы там было всё спокойно. И это обоснованно, понятно и ясно. Американские базы по всему земному шару. И вы хотите сказать, что мы ведём себя агрессивно? Ну, здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооружённые силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Чего там делают? Слушайте, у нас бюджет Министерства обороны на следующий год, он вырос. Но он в долларом эквиваленте где-то, ну, чтобы мне не ошибиться, 50 миллиардов примерно. А бюджет Пентагона почти в 10 раз больше. 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Ну, здравый смысл-то есть или нет? Мы что ли свои вооружённые силы выдвигаем границам Соединённых Штатов, либо других государств? Базы, кто двигает к нам НАТО? Военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет вообще никакого. Всегда в ответ только одно – не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо, но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено? Ну и, наконец, я уже говорил об этом и в послании. Систему противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из кроеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас, разворачивают эти элементы стратегической про не только на Аляске, но и в Европе, и в Румынии, и в Польше, прямо возле нас. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Вопрос, хотим ли мы правоправных отношений. Да, хотим. Но при, безусловно, уважении наших национальных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики. Мы 19 лет вели переговоры по приседению к ВТО. Пошли на очень многие компромиссы. И всегда исходили из того, что эти договорённости являются железобетонными. Потом, сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил много раз. И считаю, что наши партнёры Запада неправы. Но сейчас оставим это. Но мы вошли в присоединение к ВТО. Там есть правила. В нарушении всех этих правил и в нарушении норм международного права и устава ООН в отношении российской экономики введены санкции. В одностороннем порядке, абсолютно неправовым способом. Мы не правы опять. Мы хотим развивать нормальные отношения и в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом. Мы будем работать вместе по нераспространению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распространение наркотиков, организованной преступности, распространение инфекционных заболеваний тяжёлых, в том числе ибола. Мы будем это всё вместе делать. В том числе будем работать и в экономической сфере, если этого хотят наши партнёры.